БИС-ТВ В течение трех дней на выставке проходили встречи представителей российских и международных компаний, занимающихся разработкой и внедрением технических и программных решений в области защиты информации. Высокую оценку мероприятию на церемонии открытия дали представители Госдумы РФ, ФСБ России, ФСТЭК России, Банка России, а также МОО Ассоциация защиты информации. Мероприятие посетили сотни экспертов из различных отраслей, ИКТ, топливный комплекс, финансовый сектор, образование. Профессиональное сообщество специалистов информационной безопасности получило отличную возможность поддержать существующие деловые контакты, установить новые, а также обменяться мнениями о практических вопросах. Выставка приобрела такую практическую направленность. Это скорее не место демонстрации чего-то, это такая площадка для общения, для таких вот коммуникаций. Очень хорошая была подобрана конференционная часть, много тем, которые хочется посетить, много тем в параллель, которые хочется посетить. Ну и там на стендах есть что посмотреть. Каждый, тот, кто выставляется здесь, преследует цель принять участие в общей борьбе за безопасность, за безопасные технологии, за соблюдение каких-то там нормативов, чтобы платежи, информация сохранялась, никто ничего не терял. Деньги и конфиденциальные данные были в сохранности. Заметную часть выставки составила группа стендов «Сделано в России». Здесь публика знакомилась с решениями, выполненными отечественными разработчиками. Эта часть стала символом актуального для всей отрасли тренда – импортозамещения. Теме была посвящена целая серия докладов, в которых звучали порой диаметрально противоположные мнения. Замещение импорта отечественной производительности – это мощнейший толчок нашей экономики и нашего сектора в частности. Мы будем пользоваться этим с большим удовольствием и с большой эффективностью. Любая компания стремится занять как можно большую долю в своем сегменте. Вот вопрос в перераспределении, чтобы вытеснить все зарубежное по возможности, насколько это можно вообще себе представить. И занять самим собой любимым этот самый сегмент. Сделать в России все аналоги каждого из крупных продуктов, решений, которые на рынке мировом играют. Но с моей личной точки зрения это невозможно. То есть какие-то нишевые решения можно быстро заменить. Но все, что касается глобальных вещей, типа операционных систем, сетевых, больших сетевых технологий, ну много чего на самом деле быстро заменить невозможно. И от этого мы только потеряем. Конференционная часть InfoSecurity Russia 2014 заметно расширилась и углубилась по сравнению с прошлым годом. Докладчики рассматривали вопросы противодействия киберпреступности, защиты систем промышленных предприятий, юридические аспекты работы служб не только информационной, но и экономической безопасности. При этом на первый план вышел ряд тем, в прошлые годы находившихся в тени более громких направлений. Исходя из тех, кто заинвестировался на доклады, по крайней мере на мой, очень много специалистов по экономической безопасности, крупных компаний. Тема поднимается, и тему, естественно, нужно каким-то образом доводить до общественности. Нужно говорить о решениях, о том, как решаются проблемы службы экономической безопасности. То, что действительно сейчас востребовано, это средства управления информационной безопасностью. Это то, что позволяет вот в этом вот сложном мире новые айтишные технологии, новые безопасные технологии. Действительно, новые, более сложные угрозы позволяют информационной безопасности не терять контроль. Это и там анализ инцидентов, это более глубокие какие-то юристические механизмы, это контроль защищенности, это вот создание, ну, такой технологии, создающей экосистему управления безопасностью. На это сейчас делается акцент. Интересует безопасность виртуальной среды. Очень многие подходят, спрашивают, интересуются, это обсуждается, это актуально, потому что переходят именно туда, в облака, в виртуальное пространство. Так или иначе, но все-таки мир стремится туда. Еще одной новомодной темой, ставшей поводом для длительной дискуссии, стали таргетированные атаки. По мнению ряда участников, тема эта действительно заслуживает внимания, однако новой для безопасников ее назвать сложно. Появился некоторый класс устройств и программного обеспечения, которые выделяют таргетированные атаки как новую угрозу. Ну, реально она не является новой. Технологии детекции таргетированных атак, они действительно новые. Вот. А антивирусные средства действительно их не обнаруживают. Ну, так, чтобы тезис о том, что сейчас, там, 2014 год, это год таргетированных атак, нет, они были всегда. На выставке вендоры и интеграторы представляли новейшие разработки и рассказывали посетителям о своих компетенциях на красочных стендах. Некоторые экспоненты, творчески подошедшие к оформлению стендов, сумели надолго запомниться посетителям. В результате выставка служила не только площадкой для решения деловых вопросов, но и источником положительных эмоций для посетителей. Это обмен информацией, что нового, что интересного происходит. В этом самое главное, интерес данной выставки и конференции. Конечно, интересно послушать коллег, что они нового покажут на рынке, какие новые собственные продукты, какие новые решения. Ну, и просто увидеть своих друзей и пообщаться. Это одно и самое главное. Здесь интересно смотреть, что есть, посмотреть, как это функционирует, обсудить, у кого это стоит и как это работает, и, возможно, взять на вооружение. В связи с противодействием мошенничеству, как в эквариинговой, так и в эмиссионной части, собственно, есть необходимость проверять контрагентов. И один из стентов, я уже обменялся информацией, в ближайшее время могут мне помочь в этом деле. В этом году не приехали американцы, то есть не видно антивирусных компаний. Но что радует, что есть компании, которые в России этим делом продолжают заниматься. И, в принципе, инфекьюрити – это площадка, где мы встречаем своих друзей, коллег, партнеров. Это удобное место, где все вместе сразу могут решить свои бизнес-задачи, вопросы, встретить клиента. В этом смысле выставка продолжает жить, и это хорошо. С одной стороны, нам, как интегратору, интересно встретиться со своими вендорами. И мы здесь уже сегодня встретились со многими вендорами, которые даже, наверное, не смогли стендироваться здесь, но при этом так или иначе посещают данное мероприятие. Как минимум, я думаю, сегодняшнее количество участников, количество стендистов и докладов покажет им, что на следующий год нужно рассмотреть вариант того, чтобы использовать инфо-секьюрити как площадку донесения информации до заказчиков. Это наша тусовка, если вы хотите, можно так выразиться. Это то, чего мы ожидаем, куда спешим. Здесь каждый раз мы видим знакомые лица, мы видим новые лица, даже с большим удовольствием, чем знакомые. Мы видим новые продукты, хотим их увидеть. Мы находим здесь то, чего хотим.